На два часа жизнь в Алтайском крае замерла. Виктор Томенко провел традиционную осеннюю прямую линию. В этот раз для губернатора прислали более шести с половиной тысяч вопросов. Главные темы прямых линий остаются неизменны. Школам нужен ремонт, селам нужны больницы, людям нужен газ. В следующем году еще в Ребрихинском районе поселки Белово и клочки будут глисифицированы, ну и газ начнут получать уже жители. Там пока производственная сфера. В следующем, в 25-м году жители села Бачкарьев. В 26-м у нас 12 населенных пунктов Тюменцевского района начнут получать газ, где его не было никогда. Ну тут целый список. Значит, и станция Ребриха, Ребрихинского района, и Березовка, село Березовка городского округа Барнаул. В 27-м году Топчиха. И мы эту работу будем продолжать. Часто звучали актуальные темы. Одна из них – проблема с водоснабжением в Шопуновском районе, отчего людям отключают воду. Губернатор пообещал разобраться с вопросом и заняться поиском финансирования, чтобы обеспечить ремонт водопровода. С обращением против золотодобычи выступили жители Солонешного, глава региона на их стороне. Если есть нарушения, стоит поднять вопрос об отзыве лицензии. Из Михайловского района обратились с вопросом получения выплат за погибшего на СВО мужа, который не успел получить гражданство России. Губернатор поручил решить вопрос в пользу семьи военнослужащего. Несколько раз он связывался с главами муниципалитетов, например, по освещению улицы в Бийске. Постараемся в ближайшее время, до Нового года, этот вопрос решить. Ну хорошо, я все понял. Просьба какая? Информируйте жителей об этой работе, и тогда будет меньше обращений на прямую линию. В Табунском районе ждут появления ФАПа. Отвечая на это обращение, Виктор Томенко сказал, что за последние пять лет в Крае построили больше 80 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 2025-м в Крае построят около 30 ФАПов и амбулаторий, а до 2030-го почти сотню. Еще один год, где-то еще 30 ФАПов и амбулаторий мы еще новых построим, там есть список в 2025-й год. И до 2030-го года далее построим еще 99, еще 99 ФАПов, ФАПов новых. Значит, их список, тех, которые будут меняться, можно будет посмотреть на сайте Министерства здравоохранения. Еще одна тема, на которую жители прислали немало вопросов – выплаты семьям, прожившим в браке 50 лет. Те, кто в браке больше полувека, интересуются, а как быть им? Эти семьи смогут написать заявление в течение первого полугодия. И я думаю, что на день семьи, любви и верности, 8 июля, всем им будет зачислена такая сумма. В режиме реального времени глава региона успела ответить на 34 вопроса – емко, без официоза, с юмором. Остальные обращения направят в профильные ведомства. Все просьбы будут отработаны. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.